Обсудим ситуацию, связанную с угрозами со стороны Российской Федерации, Путина, относительно Украины и нападения на Украину. Разные сейчас идут дискуссии, толки, заявления. Путин, там его вся челядь, кагибистская красная плесень и черная, заявляют, что никакого нападения не будет, что это неправда все. Если неправда, то зачем такое количество войск на сегодняшний день, причем серьезно подготовленных, высокой боеготовностью, находится вокруг Украины. И не только уже на Востоке, есть реальностью, есть аксиматичной константой то, что российские войска регулярны в разных формах. Хотя есть, конечно, и наемники частных военных компаний, находятся на территории Луганско-Донецкого оккупированного района вот этих двух областей. Они под полным контролем. То, что осуществляется руководство вот этими гоблинами, этими гомулкулосами, куколами, пушилиными, пасечниками, все это и остальной мразью, которая там типа руководит этими анклавами, это тоже известно. То, что в кабинете министров и в администрации президента Путина раскреплены все функции за людьми, кто чем занимается, в уме Шустина все четко, какой министр за что отвечает. Более того, я думаю, что есть и замминистры в каждом министерстве, которые отвечают за оккупированные Москвой территории. За Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию, естественно, за Карабах и, естественно, за вот этот Луганско-Донецкий анклав. То есть, тут как бы все понятно, тем более Путин же сам издал указ, есть же реальность, реальность простая, что вся продукция, которая в Луганско-Донецком оккупационном ими оккупированной территории производится, ей надо присваивать статус российской продукции. Если это не оккупация, то что такое оккупация? Следующее, он же издал указ, Путин, так сказать, близнец-брат Ульянова Бланка Ленина, бандитская кличка, тоже Владимир. Тут Владимир Ильич, а этот Владимир Владимирович. Вот, что выдавать паспорта российское гражданство всем на этой оккупированной территории. Это оккупация, конечно, оккупация. То есть, фактически, тех людей, которые остались на этой территории, они становятся уже представителями страны-агрессора, гражданами страны-агрессора. Это сделано? Да, сделано. Цифру они не называют, но я думаю, по году будет уже, если было где-то на середину 2021 года, это их было почти 600 тысяч, там уже 700 тысяч называли к августу, то где-то на январе 2022 года это миллион. То есть, если там считать, что осталось на оккупированной территории до 2 миллионов человек, то вот уже миллион, это уже те, которые имеют российские паспорта, являются гражданами Российской Федерации. Это реальность? Да, это новая реальность. Это оккупация? Да, это оккупация. То, что они захватили и прорвались вот эти 450 километров нашей границы, и они их держат под контролем, их стоят оккупационные войска, их бронетехника, это война против Украины? Конечно, это война против Украины. Ну, представьте себе, Франция бы, например, захватила бы 450 километров, там, ну, чей там границей, кого, ну, Германии, да, вторглись бы они туда, да, и сказали бы, ну, это не оккупация, это так, там, Льзас-Лотаринге или где там граница, да. Это же так было, кстати, когда Шекельгрубель, Гитлер начал потихоньку обретать свою уже вот такую статус-кво. То есть подумайте, какой-то был ефрейтор, контуженный там вообще, с придурью, неудачник вообще там, занимался неизвестно чем, ну, падаль была, лузер обыкновенный, да, и вдруг его вот начало поднимать, 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 вот, так просто ж не бывает, всем же понятно, да. И вот когда он уже поднялся уже в достаточный статус, то что они сделали? Он ввел туда, сколько там, батальон, причем с холостыми патронами, на вот эту демилитаризованную территорию, которую контролировала Франция, там, после Первой мировой войны. Франция промолчала, промолчала. Лондон промолчал, промолчал. Ну, Штаты тогда вообще никто в расчет еще не брал, там это все было такое. Они сухим законом там занимались. Вот. Поэтому, как бы, все известно, в истории уже это сто раз было. Так и здесь захватил сначала Путин и Дмитрий Медведев, часть Грузии, Абхазию захватили, все промолчали. Приднестровье захватил, армия Лебедев, все промолчали. Захватили они затем уже непосредственно часть уже современной Грузии и Южную Осетию. Захватили, все промолчали, да. Уже же были в 19 километрах от Тбилиси. Но там же есть история, как они прорвались по вот этой военной дороге через этот туннель. Если бы они не прорвались, то была бы другая ситуация, наверное, для Саакашвили, для Грузии. Поэтому захватили Крымский полуостров, захватили. Их приспешники были и Пахлоазаров, и Янукович, и вся эта бандиты, эти разбойники, которые этого пахана Януковича окружали. Но Янукович партнер Ахметова был. Ну, наверное, же партнер, правильно? Кучме, кто рекомендовал Януковича на главу Донецкой обладминистрации? Не Ахметов ли, а? Кто сделал Новинского гражданином Украины? Не Янукович? Янукович. Поэтому с кем главный у них партнерство Ахметова сегодня с кем? С Новинским. Новинский офицер ГРУ, офицер КГБ был или нет? Ну как? Это же все просто выяснить, узнать. Это же не надо даже каких-то сложностей. Это все просто надо взять, поднять и назвать вещи своими именами. Ануфрий имеет статус офицера КГБ или агента КГБ? Кто с верхушки его так называемых митрополитов является агентом КГБ? Был завербован еще в советские времена. Кто прошел через эти все процессы? Кто Сабадана убил во время Януковича? Убили же Сабадана? Убили, это же известно. Ну, он этого же можно дробинку, он же подробно все это расскажет, нынешний митрополит ПЦУ. То есть, как бы, это, как бы, секрет Палешинеля, все известно. Поэтому, естественно, что сегодня уже есть целый ряд факторов объективных, которые говорят, что Путин уже ведет войну против Украины. Просто это война малоинтенсивности. Это война с ограниченным, так сказать, пока потенциалом наступления. Но это война, потому что захвачено 7% территории Украины. И идет переваривание вот этого Луганско-Донецкого анклава, части. Деньги, рубль там является главной денежной единицей, ну, единственной официальной денежной единицей является. Какой рубль? Российский рубль. Поэтому те, которые получили гражданство российское, а пенсионеры, они откуда пенсию получают? С Российской Федерации. Что ж непонятно. Граница стоит, пропускные пункты, там, где заканчивается зона оккупации. Стоит с их стороны. Выехать так просто кто-то может или заехать? Нет, не может на эту оккупированную территорию. Таким образом, это уже российская граница, которая незаконно продвинута, насколько там, на глубину 100 километров на нашу территорию, по длине 400, там, чуть больше километров. Это не оккупация. Окупация. Так о чем говорить? Какая ЛНР? Какая ДНР? То есть, это сплошная, кагибистская, бандитская ложь. Ложь. Ну, так назовите вещи своими именами. Естественно, что эта ложь стала возможна только благодаря действиям дорогого нашего Порошенко. Он вернулся со Стамбула или не вернулся? Вот интересно. И что он туда ездил? Так срочно? На что? На переговоры или как? Что произошло? Почему он в таком истеричном состоянии был? Что это означает? Где он находится? То есть, есть какие-то вещи, нам сегодня неизвестные, но это неправильно, мы должны их знать. Таким образом, мы уже должны делать констатацию того факта, что Российская Федерация ведет войну против суверенной Украины, будучи гарантом по Будапештскому договору. Почему Зеленский? Почему Резников? Почему Кулеба? Ну, Шмигаль, конечно. Ну, он в этом, конечно, Шмигаль есть Шмигаль. Он в этом вообще ничего не понимает. Проблема у нас. Самое главное сегодня в премьер-министре. Был бы нормальный премьер. Почему так же Верещук? Вы чего молчите? Почему вы про это не говорите? И Резников, и Верещук. Вы же там все время на этих территориях. Вы же видите, что там происходит. Что это оккупация, что это война. Почему вы про это не говорите? Надо про это говорить. В этом же суть процесса. Поэтому, но если вы не будете говорить, то, конечно, тогда будут всякие лепить вещи, вот как министр обороны Великобритании. Вот это типа Бен Уоллес давал интервью какому-то журналу «Спектатор» и сказал, что, ну, поскольку Украина не член НАТО, то маловероятные сценарии отправки британских военных в Украину. Ну, вот, что в Украину не будут отправлены войска. Ну, вообще, как бы складывается впечатление, что типа Запад и Байден про это заявил, воевать с Россией не будут. И что, ну, просто примут какие-то вещи, если будет эскалация. Куда ж еще эскалировать? Крымский полуостров захватили, треть Луганской Донецкой области захватили. А говорит, ну, вот если еще будет, это что, уже в Киев будет захвачен или как?